Реал в последние годы не шумит на трансферном рынке. Мадридский Грант все еще готовит сделку по Киллиану Мбаппе, а пока ограничивается вложениями в молодых талантов. И пусть помимо трансфера Беллингема и других по-настоящему громких подписаний Королевский клуб не совершил, очевидно, что в следующем сезоне мы увидим сильно измененную команду. В этом ролике мы расскажем, как Реал чистит состав, кем и как насыщает обойму и каким предстанет в новой компании. Усаживайтесь поудобнее, будет интересно, а также не забывайте подписываться на канал, чтобы первыми смотреть наши новые выпуски, которые выходят на протяжении всей недели. А перед началом ролика ответьте на наш вопрос. За кого Реал выручил больше всего денег с момента ухода Криштиану Роналду? Ковачич, Варан, Казимиро. Продажи Начать лучше всего с пункта, в котором расскажем, как Реал расчищает состав под новичков и разгружает зарплатную ведомость. Особняком тут стоит уход Карима Бензима. Если другие покинувшие по окончании сезона Мадрид футболисты и правда, как минимум, не проходили в состав, а как максимум были настоящей обузой, то француз являлся настоящим лидером, уход которого точно скажется на команде в новой компании. После того, как стало известно о том, что Бензима получил баснословное предложение из Саудовской Аравии, еще неделю было непонятно, пожертвует ли Карим сотни миллионов евро за лишний сезон на топовом европейском уровне. Не пожертвовал, и винить за это его никто не имеет права. Бенз давно всем все доказал и в свои 35 лет заслужил высокооплачиваемую пенсию. Реал за Карима не получил ни копейки. Все дело в контракте, который истек в июне и мог быть продлен еще на сезон по желанию футболиста. Но он от такой опции отказался. Конечно же, это удар по команде, которую теперь в срочном порядке нужно искать замену, но об этом поговорим чуть позже. А пока зафиксируем. После ухода Бензима зарплатная ведомость Реала сократилась на 24 миллиона евро. Второй знаковый уход – досрочное расторжение контракта с Эденом Азаром. Трансфер бельгийца в Мадрид называют самым провальным в истории, учитывая огромную заплаченную за него сумму и баснословную зарплату, которую тот не отработал и близко. За четыре сезона в Реале Азар забил всего 8 голов и оформил 12 ассистов, получив за это время 18 травм разной степени тяжести и пропустив в общей сложности 79 матчей. Полный кошмар. У Эдена оставался еще год по контракту с Королевским клубом, но терпеть все это безобразие в Мадриде просто устали. Итог – Азар получил 14 миллионов евро за досрочное расторжение договора, из-за чего Реал сэкономит почти 16 миллионов в течение следующего года. Ужасная во всех смыслах история, но для клуба хоть какая-то, но выгода. Также Реал покинули Мариана Диас и Марко Асенсио, перешедший в ПСЖ. Оба ушли свободными агентами, так что и здесь сливочным заработать не удалось. Оба редко проходили в состав, но получали на уровне звезд европейского футбола, так что даже с учетом отсутствия прямого дохода Реал снова сэкономит. Плюс в аренду в Гранаду ушел центральный защитник Хесус Вальеха, в прошлом сезоне проведший на поле всего 88 минут. Итого Реал сократил зарплатный фонд на новый сезон более чем на 75 миллионов евро. Солидное достижение, даже с учетом прямого заработка от продаж. Очевидно, такая чистка состава открывает большие возможности для подписания звезд самого высокого класса, без рисков попасть под финансовый фейерплей или суровые ограничения Ла Лиги. Бензима – 24 миллиона евро в год. Азар – 31 миллион 200 тысяч евро. Асенсио – 9,8 миллионов. Мариано – 8,3 миллиона. Вальехо – 1,8 миллионов. Судя по всему, на этом чистка в Реале этим летом подходит к концу. Под вопросом нахождения в команде Альвара Адриасолы, который в прошлом сезоне не проходил в состав даже при всех болячках Карвахаля и сыграл всего 92 минуты. Наверняка он покинет команду летом, но пока слухов об интересе к нему нет. Плюс вряд ли есть будущее в Мадриде у 21-летнего бразильца Реньера. Его купили зимой 2020-го за 30 миллионов евро. Но, очевидно, не попали. После блеклой аренды в Боруссии из Дортмунда атакующий полузащитник окончательно скис в очередной аренде. На этот раз в Жироне, забив всего два гола за сезон. Очевидно, ожиданий он не оправдал. И уже вряд ли когда-либо это сделает. Трансферы. Итак, переходим к самому вкусному – покупке. Здесь Реал пока придерживается той же стратегии, что и в последние несколько лет. Один трансфер с приставкой «Топ» и парочка второстепенных. Прошлым летом Флорентино Перес мощно вложился в Орельена Чуамини, за которого заплатили 80 миллионов евро. Плюс свободным агентом пришел Антонио Рюдигер. Сейчас же 103 миллиона отдали за Джуда Беллингема, которого сватали в Мадрид еще год назад. Чуамини должен был стать прямой заменой ушедшему в МЮ Казимиру, но пока француз не может порадовать стабильными выступлениями. А вот Беллингем наверняка начнет приносить огромную пользу команде с первых же матчей благодаря своей универсальности. Что позволит Карлу Анчелотти активно варьировать центр поля и менять схемы. Но опять же, поговорим об этом чуть позже. Еще один интересный трансфер в центр поля. Молодой турок Арда Гюлер, за которого заплатили 20 миллионов евро, перебив предложение Барселоны. 18-летний атакующий полузащитник провел очень зрелый сезон в Финербахче. У него отменная техника, волшебная левая нога и поставленный дальний удар. Плюс Гюлер обожает делать умные проникающие передачи. В общем, идеальные задатки для 10-го номера. Но пока вопрос, потянет ли юноша уровень и интенсивность Ла Лиги. Очевидно, сейчас его не рассматривают как игрока старта, так что, возможно, Арду скоро отправят в аренду. Особенно это, вероятно, учитывая возвращение из аренды в Милане Браима Диаса. Диас – такая же креативная десятка с похожим набором навыков. Плюс, по слухам, он очень здорово показывает себя на первых днях предсезонки, так что нельзя исключать, что Браим ворвется в стартовый состав с начала сезона. Это определенно одна из интриг новой мадридской компании. Оборону команды усилил 23-летний Франк Гарсия, за которого Раю Вальякану заплатили 5 миллионов евро. Понятно, что это вариант под ротацию на левом фланге обороны, тем более ходят слухи, что Ферлана Минди хотят видеть в Саудовской Аравии. Но не будем забегать сильно вперед и посмотрим, как будут развиваться события. Пока что появление Гарсии в старте маловероятно. Ну и не забываем про возвращение в Мадрид воспитанника Хаселу. Несмотря на вылет Эспаньола в секунду, 33-летний форвард провел классный сезон, забив 17 голов и оформив 4 асиста. Понятно, что полноценно заменить Бензимау Хаселу вряд ли выйдет, да и стилистически он нападающий другого формата. Более силовой и прямолинейный. Но как минимум для ротации и выхода в концовках матчей он пригодится. Плюс подписали его свободным агентом. Ну а летом 2024-го к Реалу присоединится молодой бразильский талант Эндрик, за которого заплатили 37 миллионов евро. Плюс предсезонку с первой командой начали несколько футболистов из дубля. Это 21-летний атакующий полузащитник Серхио Арибас, 19-летний опорник Марио Мартин и центральный хаффбэк Нико Пасс. Посмотрим, приглянется ли кто-то из них Анчелотти. Возможный трансфер Мбаппе. Этим летом Реал потратил на новичков 128,5 миллионов евро. Не космическая сумма по нынешним меркам, но так много Королевский клуб не тратил на рынки аж с 2019-го. Говорит это о том, что в Мадриде перестали разбрасываться деньгами, но при этом постепенное сокращение зарплатного фонда намекает, что Флоу Перес готовит мегатрансфер. И не секрет, за кем он гоняется уже не первый год. Ключевой вопрос этого лета – перейдет ли Киллиан Мбаппе в Реал или останется в ПСЖ еще на сезон. Авторитетный инсайдер Хосеп Петрироль заявил, что Мадрид готов заплатить 200 миллионов евро, чтобы Мбаппе оказался на Барнабеу уже этим летом. Деньги на трансфер, как и на зарплату Киллиана, у клуба имеются. Вопрос в том, что Перес не собирается переплачивать сверх меры и может позволить себе подождать еще год и забрать Мбаппе бесплатно. По зарплате вроде как тоже договорились. Как пишет Марко, француз будет получать 25 миллионов евро чистыми, но его зарплата может вырасти до 35 миллионов с учетом бонусов. Не забываем, что за последние два года, помимо Бензима с Азаром, Реал покинули Бейл, Марсело, Иско, Казимира и Йович. Так что с зарплатным фондом в Мадриде полный порядок. Пока же все упирается в ПСЖ. Парижский клуб надеется уломать Мбаппе, остаться в Лиге 1 и пока не принял предложение Реала. Ожидается, что развязку этой истории мы узнаем в августе. Пока же в Мадриде выжидают, и время явно играет на руку Пересу, который всем видом показывает, что пока команда может обойтись и без самого дорогого игрока планеты. Каким будет Реал в новом сезоне? Итак, давайте разбираться, как мы увидим Реал в новом сезоне. А изменения наверняка будут фундаментальными, даже если не удастся подписать Мбаппе. Вратарская и защитная линии вряд ли претерпят серьезные изменения. Куртуа – один из лучших галкиперов планеты. Алаба, Мелитао и Рюдигер неплохо показали себя в прошлом сезоне. Фланги закроют Минди и Карвахаль, а конкуренцию им составят Фран Гарсия и Лукас Васкес. Плюс в прошлом сезоне на позиции крайнего защитника здорово показал себя Эдуардо Камовинго. И наверняка, с учетом перебора полузащитников, Анчелотти еще не раз прибегнет к этой опции. Самые интересные же изменения должны произойти в центральной линии. И тут можно говорить не просто о ротации ветеранов Модрича и Кросса, а о полноценной смене схемы. Марка писала, что очень вероятен переход Реала на схему 4-3-1-2, в которой Чуамини исполнит роль опорника. Модрич и Кросс расположатся по бокам от него, а роль плавающей десятки отдадут Берингему. Пару форвардов же могут составить бразильцы Венисиус и Родриго. Звучит очень экспериментально, но догадку подтверждает сам Анчелотти. Вот что он сказал недавно. Когда я начал тренировать, у меня была четкая идея, и я не адаптировался к игрокам, которые у меня были. У меня был опыт в парме, где Баджи хотел играть на позиции полузащитника, и я не стал менять систему. В Ювентусе с Седаном я начал понимать, что лучше подстраиваться под игроков. Игроки должны чувствовать себя комфортно в той системе, в которой они играют. Я адаптировался и продолжаю адаптироваться. В новом сезоне Реал может играть по другой системе. Мы не должны забывать, что система, с которой мы играли, принесла нам большой успех. Но мы можем попробовать новый стиль. Мы собираемся попробовать это в предсезонном туре, и это хороший момент. Итак, для перехода на эту схему у Реала классный набор. Тчуамени на позиции опорного может продублировать Камовинго и при необходимости Беллингем. Плюс вернулся из аренды молодой опорник Антонио Бланко. Модрича и Кросса тоже можно спокойно ротировать. Справятся те же Камовинго с Беллингемом. Плюс есть Вальверде и Сибальес. Ну а на месте десятки могут сыграть и Беллингем, и Браим с Гюлером. В общем, поле для экспериментов и ротации просто волшебное. Интересно, что из всего этого вылепит Анчелотти. Вопрос в том, смогут ли Венисиус с Родриго обеспечить нужный объем голов и проявить себя в новых ролях. И если для Родриго перевод ближе к центру определенно пойдет на пользу, то Винни придется осваиваться в новой роли и отлипать от фланга, где у него есть пространство для рывков и дриблинга. В таком случае вырисовывается альтернативная схема 4-2-3-1. Анчелотти любит играть с двумя опорными, и тут у него тоже появится простор для маневра. Сыграть здесь могут Модрич, Кросс, Беллингем, Чуамини и Камовинго. В таком случае Венисиус сохранит позицию на левом фланге. Вальверде можно использовать справа. На место десятки также впишется Беллингем при конкуренции со стороны Браима и Гюлера. Ну а в атаке можно ротировать Хаселу и Родриго. Плюс ко всему есть классическая 4-3-3, по которой Реал играл все последние годы. В таком формате очень полезен будет Беллингем в его излюбленной роли бокс-то-бокс в связке с Модричем и Кроссом. Но насущной станет проблема нападающего. Слишком многое в этой расстановке было завязано на Бензима. Как вы видите, такой обилий вариантов у Анчелотти будет, даже если этим летом до Барнабеу не доедет Мбаппе. С Келлианом возможности у Реала станет еще больше. Француз может сыграть единственного центрфорварда. Действовать в связке с Венисиусом в 4-3-1-2 или закрыть правый фланг в расстановке 4-2-3-1 или 4-3-3. Но об этих вариациях мы обещаем сделать отдельный ролик, если трансфер будет оформлен. А пока констатируем. Реал, очевидно, перестраивается, и в следующем сезоне мы увидим новую и непредсказуемую команду, в которой большая ответственность ляжет на молодых полузащитников. А это всегда мега интересно!